МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В государстве Алания, 18 часов. И в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые шаги и первые решения. Глава Дзавского района Ванда Дебилова рассказала о предстоящих мероприятиях по улучшению жизни в районе. Сезон открыт. Водолечебница в селе Нагутни принимает первых посетителей. В столице республики стартует проект фильмы под открытым небом. Первые показы совсем скоро. Улучшить условия проживания жителей района, решить первоочередные проблемы, развить туризм, организация досуга для молодежи и не только. Вновь назначены глава Дзавского района Ванда Дебилова в интервью нашему телеканалу рассказала о предстоящей работе. Ванда Дебилова подчеркнула, что в первую очередь она начала свою деятельность с общения с жителями района. Анжела Кукоева с подробностями. Глава администрации Дзавского района Ванда Дебилова посчитала необходимым начать работу с приема жителей. Вопросы самые разные и зачастую наболевшие. Как и по всей республике, жилищный вопрос актуален и в Дзавском районе. Более того, за улучшением жилищно-бытовых условий обращаются не только молодые семьи. Но немало и таких семей, чё жильё было разрушено в далёком 92-м году во время землетрясения. Ванда Дебилова отмечает, что бюджет районной администрации не располагает средствами для строительства домов разрушенных стихий. Но это не значит, что надо сидеть сложа руки. Необходимо искать возможности, чтобы помочь этим семям. Еще одно приоритетное направление – туризм. Дзавский район в советские времена славился своими целебными источниками, прекрасными местами и воздухом. Но сегодня для привлечения туристов необходима соответствующая инфраструктура. Поэтому в планах руководства района возобновить работу санаторий и провести ряд мероприятий по восстановлению санаторно-курортного комплекса в селе Кудипин. Ванда Дебилова Вода и дороги остаются главной проблемой на селе. И хотя в этом направлении велась и ведется работа, решить в корне эти вопросы пока не удается. Ванда Дебилова в администрацию обратились представители молодежи района с просьбой привести в порядок стадион и оснастить его спортивным инвентарем. Ванда Дебилова родом из поселка Дзаву хорошо знакома с проблемами района, проработала некоторое время в администрации района. После начала предпринимательскую деятельность. Но сегодня, когда она возглавила администрацию Дзавского района, на ее плечи легли новые обязанности, направленные на развитие и благосостояние района. Анжела Кокоева, Альтина Чихоева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Посольство Республики Южная Осетия в Российской Федерации и Совет Международной литературной премии «Буламарх» объявляют об отборе кандидатов сезона 2022 года. На соискании Международной литературной премии «Буламарх» выдвигаются произведения, написанные на остинском и русском языках и авторские переводы произведений, романы, повести, сборники повести или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза и мемуары. На соискании премии могут выдвигаться первые издания литературных произведений, книжные, а также опубликованные в средствах массовой информации, включая электронные, в том числе в литературных журналах и альманахах, подписанные в печать в период с 1 января 2020 года. В случае выдвижения рукописей не публиковавшихся произведений, дата создания произведения значения не имеет. Произведение не может быть выдвинуто на соискании премии повторно. Поощряются темы о выдающихся деятелях России и Осетии, важнейших исторических событиях современной жизни. В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 41 года. Ограничений для авторов произведений по месту жительства и месту опубликования произведений премия не устанавливает. Премия для авторов, пишущих на остинском языке, вручается в следующем размере. Первая премия в размере 60 тысяч рублей, вторая в размере 40 тысяч рублей, третья премия в размере 30 тысяч рублей. Премия для авторов, пишущих на русском языке, вручается в одной номинации в размере 60 тысяч рублей. Произведения на соискании премии принимаются до 30 октября 2022 года. Международная литературная премия «Буламар» учреждена в 2016 году посольством Республики Южная Осетия в Российской Федерации с целью поиска и поощрения авторов литературных произведений, пишущих на остинском языке. Зарина Кочева, Лали Кудоева, информационный выпуск сегодня. Причиной заражения тропической лихорадкой в Грузии могут быть москиты, которые разводятся в центре Лугара в Тпилиси. Общественность Грузии призывает расследовать деятельность американской биолаборатории. Ранее Российской Федерации были обнародованы данные о том, что в американских лабораториях на Украине экспериментировали с опасными возбудителями. Проверить центр Лугара под Тпилиси призывают и грузинские учёные. Материал Розы Тедейвой. Учёные и общественность Грузии требуют расследовать деятельность американской биолаборатории Лугара под Тпилиси. Грузинские учёные выразили свою обеспокоенность после того, как Россия обнародовала данные о том, что в лабораториях, расположенных на территории Украины, проводили эксперименты с разведением и распространением возбудителей различных опасных вирусов и заболеваний. Уже установлено, что тропическая лихорадка, обнаруженная у пациентов в Грузии, не была завезена извне. Очаг заражения находился внутри страны. Об этом в эфире Первого канала заявили учёные и представители общественных организаций Грузии. Они делают в лаборатории, что хотят. Расположили свой центр около аэропорта, и этот биологический яд, который им присылают и который никто не проверяет, напрямую отправляется в лабораторию Лугара. Они выпускают новые вирусы, новые штаммы. В лаборатории Лугара работают специалисты, которым США дали дипломатический иммунитет. Они передвигаются по городу на машинах с дипломатическими номерами. Они неприкосновенны, и наши власти их не контролируют. Лугара – закрытый объект, куда не допускаются как грузинские учёные, так и контролирующие органы. Так не раз было заявлено, что именно здесь был создан особо опасный вирус африканской чумы свиней, вспышки которой были зафиксированы и в Южной Осетии. Учёные уверяют, что здесь изучают пути передачи заболеваний от животных к человеку. Представители научных кругов и общественных организаций Грузии обратились к России предпринять меры по ликвидации лабораторий. Эти лаборатории расположены вдоль границ с Россией. Через Грузию и другие страны США пытаются начать биологическую войну против России, и мы этого не допустим. Мы начинаем борьбу, обращаемся к российскому правительству, к мировому сообществу. Мы требуем, чтобы эти лаборатории были ликвидированы. Если мы этого не сделаем, наше будущее под угрозой. Они прикрываются мирными исследованиями инфекционных заболеваний, но на самом деле там проводят опасные эксперименты. Пусть пригласят специалистов, позволят им провести мониторинг. Почему они нас не пускают? В самой Грузии периодически проводят конференции по данной тематике. Учёные призывают Москву создать совместную комиссию с участием стран ОДКБ, расследовать имеющиеся факты и запретить опасные исследования и эксперименты. Роза Тедеева, Зарима Арсоева, информационный выпуск сегодня. Водолечебница в селе Нагутни начала свою работу. Здесь уже отдыхают и вместе с тем поправляют своё здоровье первые посетители. Для отдыхающих созданы хорошие условия, проведено электричество, которого ранее не было. Помимо этого оснастили современным инвентарём спортивный зал. Села Нагутни, Алёна Уттаева. Водолечебница НЭВС открыла новый сезон для отдыхающих. В первом потоке поправить своё здоровье, отдохнуть и насладиться красивой природой в прекрасном месте решили девять человек. И хотя желающих было больше, непогода продиктовала свои правила, и они решили отложить поездку. По словам директора водолечебницы Владимира Келехсаева, во втором потоке они ожидают прибытия туриста в северо-осетии. Он добавил, что в прошлом году удалось провести электроэнергию, что во многом облегчило условия пребывания. Владимир Келехсаев отметил, что в этом году стоимость путёвки повысилась на 11% и составляет 14 тысяч рублей. И это связано с подорожанием продуктов питания. Здесь кормят три раза в день. В на год не лечат такие недуги, как остеохондроз, артроз, артрит и другие заболевания. В этом году руководство водолечебницы закупило тренажёры, на которых активно занимаются отдыхающие. Все работники нас очень радостно, очень хорошо встретили. Принимаем здесь тёплые ванны. На тренажёрах мы измеряем своё физическое здоровье. Знакомимся тут с хорошими людьми, с отдыхающими. Я когда первый раз попала сюда, нас спрашивали в итоге, что мы ветераны труда. И между прочим, первый раз я почувствовала себя уважаемым человеком, потому что никогда не спрашивали, никогда не отмечали то, что мы ветераны труда. А тут отметили, и было очень приятно. Я не знаю, что мы ветераны труда. С каждым годом желающих посидеть санаторий становится больше. Поэтому наряду с теми, кто несколько лет подряд ездит в эту здравницу, те, кто первый раз в наготни, они-то и поделились с нами своими впечатлениями. Я не знаю, что мы ветераны труда, мы ветераны труда, мы ветераны труда. Мы ветераны труда, мы ветераны труда, мы ветераны труда, мы ветераны труда, мы ветераны труда. Было также отмечено, что с проведением в наготни электричества появится возможность применять более современные методы лечения. Для этого им понадобятся врачи разных направлений. Алена Утаева, Заур Устаев, Заримарсоева. Информационный выпуск сегодня. Милиционеры, водители и механики бронетранспортеры ОМОН совершили марш из пункта постоянной дислокации. Колонна проехала по маршруту Дзау-Цхинвал-Квайсад-Цхинвал-Дзау. Марш бронетехники ОМОН организован в целях повышения квалификации механиков-водителей, закрепления навыков вождения в горных условиях и в условиях плохой видимости. Подробности далее. Бронетранспортеры отряда милиции особого назначения БТР-80 в количестве 10 единиц совершили марш из пункта постоянной дислокации в 7 утра. Колонна проехала по маршруту Дзау-Цхинвал-Квайсад-Цхинвал-Дзау. Милиционеры, водители и механики отряда во время марша применили свои навыки вождения в условиях пересеченной местности, преодолели различные препятствия с выполнением маневров. Милиционеры, водители и механики отряда во время маршруту Дзау-Цхинвал-Дзау. Милиционеры, водители и механики отряда во время маршруты Дзау-Цхинвал- ustedes tivemos ее. Также отработали навыки вождения на подъемах и спусках, самовытаскиванию при посадке на днище, буксировке, а также выполнили задачи по преодолению оврагов. Кроме того, сотрудники спецподразделения провели тренировку по построению боевого порядка с использованием средств связи. Отработали приемы управления техникой при вождении в населенных пунктах и в горной местности. Прошли маршрут в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях. Прошли маршрут в составе колонны на максимальный пунктах и в составе колонны на максимальный пунктах. Марш бронетехники ОМОН организован в целях повышения квалификации механиков-водителей, закрепления навыков вождения в горных условиях и в условиях плохой видимости. Роза Тедеева, Регина Черткоева, Аида Кочиева, Вадим Габараев. Информационный выпуск «Сегодня». С 8 июля в столице республики стартует проект «Фильмы под открытым небом». В центре Цхинвала для жителей и гостей столицы будут показывать фильмы. Просмотр кино на свежем воздухе – одно из любимых времяпровождений жителей столицы. Не позабыли, конечно же, и про маленьких граждан республики. Для них подготовлена отдельная программа. Стелла Бязрова подробнее. Летнее настроение, любимое кино и свежий воздух. В республике стартует проект «Фильмы под открытым небом». Организатором является Управление культуры, молодежи и спорта при городской администрации. Проект стартует 8 июля. Обычно каждое лето делали в пионерском парке «Ерунхаст». Ну, из-за специальной военной операции на Донбассе не совсем уместно, наверное, вот сейчас, скажем так, заниматься танцевальными делами и громкими песнями. Ну, вспомнить доброе, хорошее, я думаю, что это будет приятно и нашим жителям. По словам Игоря Тасуева, на театральной площади установят большой экран. Будут также организованы посадочные места. Начало киносеанса в 8 часов вечера. Зрители на свежем воздухе смогут посмотреть кино советского производства. В программу также включены фильмы французского, итальянского, индийского кинематографа. В пятницу мы начинаем «Офицеры», а так планируется в этом месяце. У нас, чтобы жители нашего города и гости столицы увидели фильмы «Офицеры», «Блев», «Игра в четыре руки», «Кавказская пленница», «Пираты 20 века», «Афоня», «Фантомас». И обязательно мы включим фильмы, которые были сняты во время советского периода нашими братьями «Северная сеть». Это во всем виновата Залина и Сюрбанис. Также для детей будут организованы просмотры мультфильмов. Более того, на большом экране организаторы покажут мультфильмы, которые были переведены на осетинский язык. Киносеансы на свежем воздухе будут проходить до конца лета. Стелла Бязарова, Линат Медоев, Алим Бетеев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 7 июля. В Южной Сети завтра будет ясная погода. В Знаурском районе днём плюс 27, ночью плюс 16. В Дзявском районе днём плюс 24, ночью плюс 12. В городе Куэса днём плюс 20, ночью плюс 11. В Ленингорском районе днём плюс 26, ночью плюс 14. В столице республики в Схимвале днём плюс 26, ночью 15 градусов тепла. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова